ребятки сегодня мы будем с вами готовить борщ как вы уже поняли и нам с вами понадобится мясо которое у нас уже готовая откуда она появилась посмотрите видео предыдущие не предыдущие ссылочка будет в правом верхнем углу на это видео свекла всегда беру много свеклы морковка лук капуста болгарский сушеный перец у меня приправы прованские травы паприка тимьян небольшая веточка лавровый лист ну и конечно же вот такой наваристый бульон о бульоне и мясе откуда она появилась вы можете посмотреть видео в правом верхнем углу специально оставлю вам ссылочку ну и также нам понадобится соль перчик душистый добавлю и забыла еще помидорку но все что забыла по ходу видео все покажу мы поехали готовить мои хорошие очень вкусный борщ в нашей семье любят только такой ребятки мои хорошие забыл про картошку сказать и конечно же картошка в борще тоже будет участвовать и мы ее бросаем 1 наш бульончик не режу не режу увидите что будет дальше пускай варится мясо тоже отправляем сразу сюда мясо у нас уже с вами вареная ну а тем временем начинаем заготавливать все для нашего борща режу лук натираю морковку на крупной терке морковка готова и помидорку натираем свеклу на крупной терке перетираем все что я вам показала примерно 5 штучек средних шинкуем капусту тем временем у нас здесь все потихонечку закипела и на маленьком огонечке все томится то есть мяско и картошечка нагреваем сковородочку наливаем маслица маслица разогрелась забрасываем лучок и обжариваем до золотистого цвета и обжариваем до золотистого цвета лучок обжарился добавляем морковку и минуточки 3-4 обжариваем морковку вместе с луком лук и морковка у нас с вами обжарились делаю вот так и добавляю помидорки помешиваю это вот здесь вот так помидорки посередине пару минуточек потом все вместе перемешаю но тем временем пока я готовлю мой красотун лежит рядом а мы с вами достаем картошку которая сварилась и мнем ее вот так вилкой ну кому как удобно можете по другому я вилкой это делаю и высыпаю обратно в кастрюлю и высыпаю обратно в кастрюлю охраняет чтобы ничего не съела лишнего продолжаем готовить дальше с вами теперь перемешиваем все вместе еще пару минуточек все вместе здесь вот так вот пожариться потушиться подружиться поделиться своими ароматами ну и теперь добавляем тертую вареную свеклу свекла у меня уже вареная тут же добавляю чайную ложку перца болгарского если у вас нет сушеного значит можете порезать или на терке его потереть добавляю добавляю сюда добавлю две ложечки чай у меня сушеный перец и минутки 3-4 я все это вместе здесь обжаривают тушу в общем они пока друг дружки притираются все да не сказала я все это обжариваю на большом огне то есть оно у меня здесь не тушится а как бы вот так вот вместе дружится ну и когда они у нас маленько потушились ой пожарились потушились тушиться еще рано я добавляю я добавляю щепоточку соли и чайную ложечку сахара соль и сахар сюда добавляю для того чтобы цвет сохранился сейчас они все тут соединятся свекла отдаст все свои соки сковородку морковки луку и все станет у нас очень красиво все опять минуточки пять все это дело обжариваем добавляю добавляю после того как все обжарилось паприку на кончике ложки прованские травы тимьяном я пользуюсь не так давно девочки подсказали спасибо большое но мне очень понравилась эта приправа палочку добавлять не буду а сам тимьян вот так разотру и тоже сюда высыплю аромат какой и все перемешаю добавляю перчик душистый черный все перемешиваем добавляем один половник бульон взяла маленький половник поэтому добавим два половника делаем медленный-медленный огонь убавляем огонек самый-самый маленький делаем закрываем крышечкой и оставляем минут на двадцать томиться и примерно где-то за полчаса до готовности добавляю капусту сейчас у нас это все было на маленьком огонечке а теперь огонечек можно сделать побольше чтобы оно все закипело и тем временем мы взяли с вами укропчик петрушечку лучочек и сейчас все это вместе нарежем нашинкуем кому как удобно тем временем у нас закипело все в кастрюльке мы сделали на медленный огонечек и пускай оно тушится здесь у нас тоже все продолжает тушиться прошло опачки десять минут пускай еще маленечко потомится и вот такая красота у нас получилась красный-красный все это дело высыпаем в кастрюлю не забываем подписаться на мой канал и поставить лайк а если вы хотите чтобы побыстрее наш канал развивался не забывайте поделиться в соц сетях моим видео и теперь добавляем всю нашу вкуснятину осторожно потихоньку все сюда почему осторожно потихоньку чтобы не забрызгать всю кухню и вот такие наваристый вкусный борщ у нас получается 2-3 минутки покипит и наш супчик с вами готов не забываем добавить зелень 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 лаврушечку всем приятного аппетита суп готов суп готов суп 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 5 5 6